На данный момент есть решение сделать несколько объектов животноводства, сконцентрировать туда лучшее стадо выбрать и оставить их на следующий год, для того, чтобы можно было дальше как-то начать это развитие, если это, конечно же, опять же, будет экономически выгодным. На данный момент провели, так скажем, ну что ли, анализ по второму кварталу совсем неутешительный, потому что экономика говорит об обратном, выгоды от этого мы не увидели, надои низкие, соответственно, реализация молока у нас происходит, опять же, на низком уровне по ценовой политике, это всего лишь 24 рубля залит. То есть ни о чем. И отбить эти суммы, которые требуются вложить в это, просто не в состоянии будем в ближайшем будущем. Поэтому, ну, поголовье придется почистить, освободить, значит, какие-то, возможно, объекты, значит, от того, что мы там увидели, конечно, немножко шокировало нас в первые дни захода. Ну, реанимировать то, что уже практически вымерло, да, ну, не целесообразно никак. Поэтому мы принимаем решение о, значит, вот этой оптимизации по численности КРС и также делаем сейчас выбраковку стада, значит, больных, там, и малопродуктивных коров, конечно же, приходится нам, значит, увозить на мясокомбинат. Вот таким образом сейчас, на данный момент происходит ситуация в животноводстве. Что в будущем ждет животноводство в верхний отдадым? В верхний отдадым? Я бы так сказал, животноводства, скорее всего, там не будет. А куда мне идти? А мне куда идти? У меня где вы спустите? Давайте вы, давайте сделаем так, мы же сейчас, значит, можем... Я в 14 лет доярка, я свиней вообще не имею смысла вообще. Я понял, что вы там дояркой работаете. Продолжение следует...